Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Ну что ж, Новый год к нам стремительно мчится и стремительно мчатся новогодние каникулы к радости всех детей. Но между тем, есть такая категория наших маленьких жителей региона, у которых не все хорошо складывается. Это дети беспризорные, дети у которых проблемы в семьях. И об этом мы сегодня поговорим, о том, как законодательство регулирует взаимоотношения с такими вот детьми. Что вообще говорят законы, какие дети считаются безнадзорными, беспризорными. Хочу представить гостю нашей студии. Это Дмитрий Столяров, старший помощник прокурора Тверской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. Добрый день! Добрый день! Мирий, ну что ж, скажите, пожалуйста, какие вообще у нас дети считаются безнадзорными, беспризорными? Да, на самом деле это очень важно, потому что безнадзорные дети, да, это те, которые в силу отсутствия родительского попечения, родительской заботы, находятся в бесконтрольном состоянии. Когда родители не знают, где эти дети находятся, да, вследствие недлежащего исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей. К сожалению, таких подростков выявляется достаточно много, только сотрудниками полиции в этом году, да и, в принципе, ежегодно, составляется более 4 тысяч протоколов об административных правонарушениях. Но мы должны понять, что это не какие-то вот совсем асоциальные плохие семьи, да, где родителям наплевать на своих детей. Это различные формы упущения в исполнении родительских обязанностей. Ну как это может быть? Ну, ребёнок находится вечером, один на улице, родители не знают, где он, при этом ребёнок одет, обут. Да, родители должны контролировать местонахождение своих детей, это их прямая обязанность. А как это физически возможно, мне даже интересно. Ну, вот вы в детстве бегали, родители, разве знали, где вы находитесь вечером? Ну, давайте... Пацанами, в дворе где-то. Всё правильно, давайте видеть разницу. Одно дело, если ребёнок гуляет на придомовой территории, где видеокамера установлена, родители его видят из окна, созваниваются с ним, да, если он куда-то за угол там ушёл. Или дома около деревни, да, вообще по деревне ребёнок носится. Ну, это же нормально, это естественно, да, дети должны играть. Другое дело, когда ребёнок в ночное время в другой части города... Вот, в ночной другом случае. Ну, конечно, это очевидная уже, да, тут безнадзорность. И такие дети, к сожалению, не то, что сами даже совершают преступления и правонарушения, они становятся жертвой противоправных действий. И потом родители кусают себе локти, говорят, как же так получилось. Да, правоохранительные органы, мы все вместе должны обеспечить законность, правопорядок, да. Да, никто с нас эту ответственность не снимает, но и родители должны заботиться о своих детях. И не допускать, чтобы они попадали в такое положение, когда они могут стать жертвами противоправных действий. Это тоже важно. Скажите, ну, а вот родители, как они тогда в таком случае объясняют вообще, что называют, сами себе, вам в том числе, что вот они, как вы говорите, не обязательно могут быть асоциальные, а что это за родители, у которых ребёнка нет дома в позднее время, поздно вечером, а то и ночью, они и что-то с ней чешутся. Как такое может быть? А вы знаете, к сожалению, это очень работящие, можно так сказать, родители, которые действительно зарабатывают деньги для того, чтобы обеспечить своих детей. Они считают, что таким образом они зарабатывают на обучение, на достойную квартиру, кто-то там на будущую свадьбу своим детям, но при этом забывают, что здесь и сейчас их ребёнок порой находится в опасном состоянии. И поэтому, когда мы что-то делаем во благо своих семей, там, в обозримом будущем, мы не должны забывать о том, что и в настоящий момент мы должны позаботиться о своих детях. Угу. Ну, хорошо. Скажите, а какие меры в этой связи прокуратуры может предпринять? Прежде всего... Раз поймали этого мальчика тоже, да, где-то будет хорошо, час ночи, что делаешь там, ну, гуляют там, родители работают. Ну, хорошо, а дальше-то что? Давайте определимся, что, безусловно, органы прокуратуры могут возбудить дело о любом административном правонарушении, в том числе и в отношении нерадивых родителей. Это считается правонарушением? Да, это правонарушение, это статья 535 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Но органы прокуратуры одновременно и не подменяют иные государственные органы и контрольно-надзорные органы. У нас есть федеральный закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, где поименован достаточно большой перечень органов системы профилактики. И на каждый орган возложены свои, предусмотренные федеральным законом, обязанности. И вот наша задача прежде всего заставить работать эти органы, а не подменять их, не брать на себя их полномочия. Это тоже неправильно. А вообще какой-то результат есть, когда раз мальчика обнаружили два, потом с родителями провели беседу и они стали следить? Или у нас бизнес, у меня дела, мне некогда? Нет, безусловно. В большинстве случаев работа органов системы профилактики срабатывает. После проведения профилактических бесед, рассмотрения таких родителей на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, после посещения при необходимости семей по месту жительства, постановки семей, в том числе и на внутрешкольный учет, родители пересматривают свое мировоззрение, начинают больше интересоваться тем, где их дети находятся, как они учатся. И тем самым удается не допустить каких-то действительно неблагоприятных последствий, как для семей, так и для самих подростков. Поэтому система работает, да, не без изъянов, да, органы прокуратуры выявляют значительное количество нарушений, но эти акты реагирования выносятся не для того, чтобы разрушить существующее положение дел, а для того, чтобы нацелить органы системы профилактики на еще более эффективную и правильную работу в рамках правового поля. А насколько часто бывают случаи, когда родители все-таки так или иначе не прислушиваются по тем или иным причинам? Вы знаете, не проводили мы такой мониторинг, чтобы в процентном отношении сказать, ну, думаю, это не более 10%. Потому что в основном у нас добропорядочные граждане, да, которым далеко не все равно, что с их детьми будет происходить, да, в этой жизни. Они заботятся о своих детях, но допускают отдельные, да, проступки, правонарушения, за которые при наличии оснований привлекаются к установленной законам ответственности. А какая ответственность идет? О какой это идет речь? О штрафе это или что? Да, я уже сказал, что существует административная ответственность, да, за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию своих детей. Кроме того, эта же статья 5.35, часть 2, предусматривает ответственность для родителей, когда они создают препятствия в общении с другими родителями, другими родственниками. Это административная ответственность. Если же родители злостно уклоняются от исполнения своих обязанностей по содержанию своих детей, когда есть уже судебное решение, да, есть исполнительное производство, ранее они привлекались к административной ответственности, то они подлежат уже уголовной ответственности, которая предусматривает наказание вплоть до реального лишения свободы. А если мы говорим, к сожалению, такие случаи единичные, но тем не менее они есть, что факты неисполнения родительских обязанностей сопряжены жестоким обращением с детьми, в том числе, когда родители достаточно вольно трактуют допустимый воспитательный процесс, да, и применяют какие-то физические средства воздействия, то здесь уже статья 156 Уголовного кодекса, которая также предусматривает наказание вплоть до лишения свободы, помимо штрафов, да, и других видов наказания. Но мы должны говорить, что ответственность предусмотрена не только для родителей и иных законопредставительных детей, но и для органов системы профилактики. Например, если ребенок в силу объективных причин остался без попечения родителей, да, то обязанности опекунов выполняют органы системы профилактики, и если они уже не справляются и не заботятся о таком ребенке, то к ответственности могут привлечены и должностные лица этих органов. Ву, извините, мои коллеги, заботятся за тем, чтобы выпустить рекламу, буквально три минуты, дорогие телезрители, не переключайтесь, мы говорим сегодня о такой непростом моменте, как безнадзорные и беспризорные дети. Программа «Тема дня», мы говорим сегодня о безнадзорных, беспризорных детях, о проблематике, насколько на острове в Тверском регионе, и что делает в этой связи наша прокуратура. У нас в гостях Дмитрий Столяров, старший помощник прокурора Тверской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. Дмитрий, так скажите, ну хорошо, родители, мы вот говорим, если это благополучно, просто, ну, пустили, заработали, что называется. А если увидеть, что эта семья, ну, явно асоциальная? Есть и такие семьи, и вот мы с вами уже начинали говорить, да, в перерыве, даже не знаю, к счастью или не к счастью, наверное, все-таки правильно, что благополучные семьи не попадают в наше поле зрения, пока что-то вот не случится. Дай бог, незначительное, да, с ребенком. Но есть асоциальные семьи, которые систематически для родителей не исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей. Безусловно, такие семьи в обязательном порядке ставятся на учет в органах системы профилактики, безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Данные семьи рассматриваются на заседаниях, комиссиях по делам несовершеннолетних. Разрабатываются программы социальной реабилитации и адаптации таких семей. Соответствующая информация направляется в образовательные учреждения, где проживают дети, да, из названных семей. Ставятся в известность органы социальной защиты, органы опеки попечительства, которые в рамках полномочия тоже контролируют семью. Безусловно, это подразделение по делам несовершеннолетних, участковые полномоченные, которые обязаны посещать семьи по месту их жительства и смотреть, действительно, в каких условиях живет ребенок, имеется ли какая-либо угроза для жизни и здоровья детей. Если, не дай бог, конечно, такая угроза возникает, такие случаи немногочисленные, но допускаются, то уже подключаются органы опеки и попечительства, которые только эти органы могут отобрать ребенка из семьи с последующей постановкой вопроса о лишении либо ограничении родительских прав. Но я подчеркиваю, это очень крайняя мера, которая применяется в исключительных случаях, когда есть реальная опасность для жизни и здоровья детей. Потому что семейная форма воспитания, приоритет семейной формы воспитания, поддержка семьи, это те незыблемые принципы, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. То есть, вот это известное правило, что какая бы ни была семья, но лучше семья, чем даже самый хороший детский дом. Ну, безусловно, всегда все органы системы профилактики стараются поддержать семью, создать все мыслимые и немыслимые условия, чтобы семья жила в достойных условиях, чтобы права детей в такой семье соблюдались. Но, если уже это невозможно, родители не понимают, не хотят вставать на путь исправления и не заботятся о своих детях, а порой подвергая их жизни, здоровья и опасности, то, безусловно, здесь мы уже не можем рисковать такими детьми, да, и они изымаются из семей. Но это крайняя мера. Скажите, а вообще, вот, на ваш взгляд, нашей страны коснулась вот эта проблема, которая в западных странах давно уже, когда, ну, родители уже не знают, как воспитывать детей, потому что, че что, а я в полицию заявлю. Там его шлепнешь, а домашнее насилие. Вот, то есть, как-то вот наша страна коснулась или пока, по счастью, у нас этого еще нету, когда ребенок может на своего отца, что называется, настучать? Или маму? Есть отдельные, вот, действительно, единичные случаи, когда дети, например, сами обращаются в социальные революционные центры, у них такое право есть, и говорят, вот, мы не хотим жить со своими родителями, пожалуйста, давайте мы поживем у вас, пока ситуация вот не устаканится, все хорошо у нас в семье не будет. Ну, это действительно эксклюзивные случаи, которые либо, как правило, связаны, да, которые, как правило, связаны с непониманием между родителями и детьми. Порой это строгие методы воспитания. Не в том смысле, что детей бьют, а в том смысле, что родители действительно такие беспринципные и говорят, вот, ты с утра будешь зарядку делать, потом ты в школе, потом ты приходишь, идешь на дополнительное образование, приходишь, у тебя там обязанности по дому, потом уроки, и ребенок не видит света, в принципе, он не может радоваться детству, это тоже неправильно. Поэтому порой дети, да, вот, от этого страдают. Но, к счастью, это очень редко проявляется и не является серьезной проблемой, по всякому случаю, в Тверской области. Ну, то есть, у нас вот пока вот это не захлестнула волна. Нет, 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 это вот эксклюзив, когда дети жалуются на своих детей, родителей, да, извиняюсь. А в столицах вы не слышали вообще это? Считается, что столицы более продвинуты, более, скажем так, западным ценностям поближе? Я думаю, в крупных городах, конечно, это более выражено, но не является серьезной проблемой, потому что мы читаем обзоры, да, осуществляем мониторинг тех публикаций, которые в сети интернет, да, имеются, мониторинг средств массовой информации. Такой проблемы, к счастью, нет. Надеемся, что нас она не захлестнет. Скажите, а вот вы уже перечисляли органы, давайте еще раз все-таки список, какие государственные органы и иные учреждения должны проводить работу в этой сфере? Прежде всего, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Вы знаете, я слышал не единожды мнение, что вот КДН, да, как попросту, да, в народе называют эти комиссии, это какой-то такой вот архаизм, да, пережиток советских времен, что давно вот пора такую, такие органы профилактики упразднить. Не соглашусь, это не так. Я вот сам в силу должности не могу быть членом комиссии по делам несовершеннолетних, но присутствую постоянно на заседаниях межведомственной комиссии при правительстве Тверской области. Вы знаете, действительно обсуждаются актуальные злободневные вопросы, вырабатываются конкретные меры по решению существующих проблем. Я вижу заинтересованность руководителя региональных органов системы профилактики в решении этих проблем. Мы выезжаем в отдельные районы области, смотрим, как работа строится там. Там, где руководители заинтересованы в результатах своей работы, и работа происходит соответствующим образом. Есть живое общение с детьми, есть совместные рейды, есть профилактические беседы, круглые столы в форме викторин. То есть, вот знаете, интересные разнообразные в форме воспитательной, индивидуальной профилактической работы. В отдельных муниципальных образованиях, говорю в отдельных, потому что они в меньшинстве большому счастью, да, это какой-то формализм. Когда просто вот рассмотреть, наказать, и дальше трава не расти. Неинтересно, почему дети совершили правонарушение. Неинтересно, почему родители не выполняют свои обязанности. Неинтересно, какая помощь нужна этим детям и родителям. Ведь порой просто достаточно выникнуть в ситуацию, поддержать семью, и дальше все будет хорошо. Ну, как я уже сказал, это отдельные районы, которые в подавляющем меньшинстве. А в основном комиссии по делам несовершеннолетних, это работоспособные органы, которые реально положительно влияют на состояние законности в сфере профилактики, безнадзорности и пронушения несовершеннолетних. На втором месте, это, безусловно, органы внутренних дел. Это самые многочисленные органы, да, которые представлены как подразделениями по делам несовершеннолетних, службы участковых уполномоченных, полиции, криминальные полиции, да, иными подразделениями. Безусловно, эти те люди, которые находятся на передовой борьбе с преступностью, в том числе подростковой, как никто лучше владеет ситуацией о состоянии законности в данной сфере и принимают оперативные меры по профилактике детской преступности, защите прав и законных интересов детей. Также закон среди органов системы профилактики называет органы социальной защиты населения, службу занятости, органы социальной защиты, опеки и попечительства, как я уже сказал, органы по делам молодежи, учреждения здравоохранения. Вот эти основные органы системы профилактики, которые взаимодействуют между собой и профилактируют преступность правонарушения подростков. Скажите, а вот Институт по защите прав ребенка, на ваш взгляд, какую он роль играет? Вот вы, по идее, перечислили действительно органы, которые, как правильно сказали, в том числе существуют с советских времен, по идее, достаточно? И в этой связи, на ваш взгляд, какую функцию выполняет Институт полномоченных по защите прав детей? Уполномоченные по защите прав ребенка в Российской Федерации и в Тверской области аккумулируют сведения, которые получают как органов, из органов системы профилактики, из органов прокуратуры, в том числе мы делимся с полномоченными информацией, из иных источников. У нас же не все органы, государственные органы, органы местного самоуправления включены в данный перечень. Есть и другие органы и учреждения, которые также вместе с нами работают. Вот, уполномоченные обобщают данную информацию и дают органам свои рекомендации. Кроме того, порой важно, во всяком случае, я так считаю, со стороны взглянуть на существующее положение дел и сказать, ребята, вот здесь все хорошо, но давайте мы немножко сместим акцент и вот сделаем так-то, так-то, так-то. Порой это тоже действительно помогает. А какие примеры, например, вы можете провести, когда действительно они какие-то ценные, может, там, не знаю, пожелания высказали, там что-то подсказали действительно? Ну, например, уполномоченная по правам ребенка в Тверской области вместе с нами проводила мероприятие по профилактике детского травматизма, когда дети из окон попадали, да, в том числе в этой студии, разъясняли законодательство, проводили совместно рейды с другими органами системы профилактики, давали рекомендации органам местного самоуправления по безопасному пребыванию детей на бодных объектах, а мы знаем, да, что этим летом, к сожалению, значительное количество детей у нас пострадали. Поэтому это живая работа, которая не ограничивается обменом, да, бумажками, если так можно сказать, а это живое взаимодействие, которое тоже дает положительный результат. Хорошо, конечно, хорошо. Скажите, пожалуйста, вот если поговорить о законодательстве, вообще в какие изменения в этом году произошли в федеральном законодательстве касаемо как раз детей несовершеннолетних? В текущем году, в частности, вступили изменения в закон Российской Федерации об образовании. Считаю, что это очень важные и своевременные изменения, потому что несколько лет назад у нас отдельные образовательные учреждения трактовали свою деятельность как оказание государственной услуги по обучению детей. И по факту, что... А по факту, что у нас есть обучение, что такое обучение? Это когда несовершеннолетние получают определенные знания, навыки, умения, да? Но, извините, мы люди, мы не роботы. И помимо того, чтобы научиться писать и считать, мы должны еще быть надлежащим образом воспитаны. А школы от этого начали устраняться, да? А школы от этого начали порой устраняться. А почему, наше взгляд? Почему? Да. А какая установка идет? Ведь... А откуда она идет-то? В смысле? Ну, мы все люди. Большинство педагогов — это ответственные, да, очень педагогические работники, которые всегда стараются сделать все возможное, чтобы дать ей качественное образование, да, и защитить интересы детей. Ну, как в любой сфере, извините, есть люди, когда с них не потребуешь, они не будут этим заниматься. Пришел, прочитал урок, ушел. А директор куда смотрел школы? Что у него такой педагог? Директор смотрит за педагогом, контролирует их поведение. Как правило, всякие директора бывают, да? Но, как правило, это ответственные люди, которые действительно заслуживают большого уважения за свой нелегкий труд. Но все равно есть человеческий фактор, да, есть образовательная программа. Вот когда есть образовательная программа, педагоги прежде всего все равно будут ориентироваться на образовательную программу, согласитесь. И уже факультативно проводить те мероприятия, которые они считают нужным. А когда в состав образовательной программы, помимо обучения, включено воспитание, то здесь это уже часть образовательного процесса, которое осуществляется не просто по усмотрению педагогов, а в обязательном порядке, в соответствии с утвержденными, да, программами и методиками. Это очень важно. А что теперь в законе-то написано? Вот вы сказали. Так вот, я, да, я пытаюсь сказать, да. А в законе теперь на первое место законодатель поставил не обучение, а воспитание. То есть в образовательном процессе это взаимосвязанные факторы. Это и обучение, и воспитание. А воспитание направлено на комплексное развитие личности. Для того, чтобы человек не просто, как я уже сказал, научился считать и писать, а чтобы он духовно, нравственно развивался в соответствии с теми ценностями, которые существуют в нашем обществе и государстве, да. Это и уважительное отношение к старшим, это и патриотизм, это память о тех подвигах, которые совершили наши с вами, да, деды. И это уважительное отношение к другим гражданам, как Российская Федерация, да, и других государств разных конфессий, разных национальностей. Это когда подростки приобретают навыки правильного поведения в обществе, да. Это очень важно. И как, вот я уже сказал, влияет очень положительно на нравственное развитие подрастающего поколения. Правильное воспитание – это залог счастливого будущего наших с вами детей. И никуда мы от этого не уйдем. А какие-то уже результаты имеются? Как-то вы видите, не знаю, может, педагоги опять-таки вам что-то докладывают и так далее. Изменения были приняты еще в федеральный закон в прошлом году, однако вступили в силу с 1 сентября текущего года. Мы проводили проверки в рамках существующих полномочий. Могу сказать ответственно, что во всех школах, да, гимназиях такие программы внедрены, что воспитательный процесс везде идет, но, как вы понимаете, с 1 сентября прошло не так много времени, чтобы уже вот можно было взять определенные аналитические материалы, статистически сделать вывод. Безусловно, по итогам даже года мы увидим состояние, да, законности в этой сфере, увидим отчеты органов, система профилактики и сможем какие-то предварительные итоги подвести. И если вы не будете против, и в этой студии, да, граждан довести данный результат. А как вообще в школу восприняли вот эти нововведения, законодательные изменения? Безусловно, в целом положительно, потому что педагоги понимают прекрасно, как никто, да, насколько важно правильно организовать воспитательный процесс. Это грамотные люди, профессионалы с большой буквы, поэтому я общался, да, с представителями, рядовыми и руководителями Министерства образования. В ходе выездов в район общался, да, с директорами школ, педагогами. Мнение положительное. Это нужно и важно. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас как раз уже, мы с вами поговорили о том, что школы теперь обязаны снова вспомнить, что они только учат, но и воспитывают. Скажите, а вот родители могут куда-то пожаловаться? Потому что я лично неоднократно слышал от родителей, от мам в первую очередь, что, дескать, а нам в школе сказали, а мы не обязаны заниматься воспитанием, наше дело только обучение и все. Вот куда могут пожаловаться родители, если им вот тот или иной преподаватель скажет вот такие слова? Я бы все-таки вставил ремарку такую, да? Конечно. Школы никогда не прекращали этот процесс. Во всяком случае, большинство школ, они всегда проводили воспитательную работу. Просто сейчас это часть образовательного процесса, который осуществляется в рамках вот утвержденных программ и методик. Что касается обжалования действий, да, школ, как и других органов, в принципе, да, государственных органов, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Каждый гражданин вправе подать жалобу, прежде всего, руководству этой организации, да, в первую очередь. Во-вторых, в органы контролирующие, в частности, у нас есть Министерство образования Тверской области, которое осуществляет контроль в сфере образования, да, в части дошкольного образования, общего образования. Дальше есть прокуратура, да. Мы рассматриваем все жалобы граждан о нарушениях закона, я подчеркиваю, да, о нарушениях закона, прав и законных интересов граждан, в том числе несовершеннолетних. И, конечно, все граждане имеют право на судебную защиту. Все действия, решения и бездействия в том числе чиновников могут быть обжалованы в судебном порядке. Это неотъемлемое право каждого гражданина. А если вот вы начали говорить о школах, да, то есть же органы управления в каждой школе, есть родительские собрания, где-то они называются родительский кабинет, комитеты, да, где-то есть общие собрания учащихся, разные формы самоуправления, которые, в том числе есть и служба медиации, праве рассматривать жалобы, примерять сторон, да, урегулировать конфликтные ситуации. И это очень важно, это работает. Но при этом хотелось бы тоже обратить внимание, что когда есть конфликт, и он может быть урегулирован на уровне школы, он должен быть урегулирован. Но если идет речь уже о свершившемся факте нарушения прав и законных интересов детей, либо их родителей, то об этом факте директор школы, да, там, другие должностные лица должны незамедлительно поставить в известность уполномоченные органы. Например, если несовершеннолетние подрались, или, не дай бог, там, в какой-то иной форме насилие применено, да, в отношении учащихся, разумеется, полиция об этом должна знать, и комиссия по делам несовершеннолетних. Если где-то идет отступление от программ, методик, да, срыв образовательного процесса, то об этом должны узнать Министерство образования, да, и органы прокуратуры. Кстати, в органы прокуратуры в силу закона должностные лица должны сообщать о всех фактах нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних. И дальше, в зависимости от того, что имело место быть, мы смотрим, либо мы лично проводим проверку, либо поручаем проведение этой проверки уполномоченным, да, государственно контролирующим органам и смотрим за полнотой, тщательностью, объективностью тех выводов, к которым они приходят. — Скажите, а вот сказали срыв образовательного процесса. Я просто, ну и вы, наверное, неоднократно слышали такие факты, когда не хватает учителей в школе, соответственно, иных уроков даже и нет. Вот в данном случае могут родители, пожалуй, что у нас географии нет, например, или там английского, или химии. — А, безусловно. — Систематически. То есть никогда один урок, это понятно всякое бывает, а когда, ну, нет, у учителя, соответственно, уроки не проводятся. Или проводятся, но формально. Есть образовательная программа, да, которая предусмотрена. По каким предметам, дисциплинам, да, должно производиться обучение. Если какой-то предмет в данной школе не преподается, безусловно, это нарушение. И одно дело, если учитель, ну, вот, неожиданно уволился. — Да, да, понятно. — Да, да, да. И школа принимает оперативные меры совместно там с управлением образования, да, например, там муниципального образования к замещению этой вакантной должности. Другое дело, когда длительное время учитель отсутствует, его никто не пытается, можно так сказать, подыскать, да, не создает условия для жизнеустройства такого учителя, если это сельская местность, не предоставляет ему никакое жилое помещение для проживания, да, никакую помощь не оказывает. Но, безусловно, это уже бездействие, которое, может быть, должно быть обжаловано, и прокуроры должны отреагировать на такие факты. — Вы уже упомянули насилие в школах детской, ну, просто говоря, когда дети дерутся. Скажите, вот сейчас мы все видим, когда в интернете то одно видео появляется, то другое, то третье там кого-то избили и так далее. Вот у вас лично мнение, какое растет процент насилия в школах? Или, на самом деле, это было всегда просто, раньше не было интернета, и об этом мало кто знал. То есть знали, может быть, ну, родители хорошо этой школы, но на всю страну это не выдавалось, естественно, дело. Вот лично ваше мнение? — Статистические данные свидетельствуют о том, что никакого процесса, да, к увеличению насилия, к, скажем так, увеличению случаев, когда дети становятся в школах, в школе, жертвам преступления, такого нет. Да, раньше не было интернета, как вы правильно сказали, на всю страну это не транслировалось, но мы должны же опять понимать, что когда в интернете, ну, как молодые люди говорят, выкладываются, да, соответствующие ролики, это определенная пропаганда. Несовершеннолетние могут посмотреть, как другие подростки, да, избивают учащихся других школ, либо порой даже своих одноклассников, и у них может возникнуть желание сделать так же, если это безнаказанно, да еще можно припиариться с этим в сети интернет. Поэтому органы прокуратуры принимают меры в том числе и к блокировке таких сайтов. — А даже так? — Конечно. Это запрещенная информация, которая фактически пропагандирует насилие. — А как заблокировать YouTube? На YouTube в первую очередь заливают-то никакие там специализированные сайты. — Ну, подождите, можно же заблокировать не сайт, а можно заблокировать определенную информацию, ограничить к ней доступ. Это разные вещи. — То есть такую работу вы тоже видите? — Такая работа, да, совместно с иными органами проводится, конечно. И есть закон Российской Федерации, да, об информации, информационной безопасности. Есть законодательство о защите персональных данных. У нас даже у личности несовершеннолетнего, который является пострадавшим от преступления, нельзя без согласия его родителей распространять сведения ни в сети интернет, ни в средствах массовой информации. Это сведения о личности подростков, они охраняются законом. А тут, если какого-то подростка, извините, публично избивают, потом на него начнут тыкать пальцем, что он не может за себя постоять, или там начнется травля определенная, это недопустимо. И кто выкладывает такую информацию, и те интернет-ресурсы, которые позволяют делать это на своих сайтах, они тоже могут быть привлечены к установленным законам ответственности. Это запрещенная информация. — Я, честно говоря, все время в этой связи удивляю, какие мозги надо иметь, чтобы совершить преступление, снять доказательную базу, как говорите вы, и потом это выложить в интернет, попросту говоря, по сути, передав вам. Это какие мозги должны быть? Просто совершить преступление, потом выложить все в интернет. Просто, знаете, я все время удивляюсь. — А они думают о последствиях? — Ну как можно об этом не думать? Уже давно это не первый год, не второй интернет, давно уж проник в наше общество. Как можно не думать об этом, что ты, по сути, ну это все равно, что выйти на Красную площадь, там, я не знаю, у кого-то там избить, а потом удивляюсь, что тебя в ментуру загребли. А как еще так? — Ну вы абсолютно правы, безусловно, это так. И люди, которые, подростки, совершают такие действия, да, потом еще с этим пиарятся в сети интернет, вот с ними, безусловно, надо проводить воспитательную работу в первую очередь. — Скажите, а вот тоже с распространением интернета, вот вы считаете, что стало больше всевозможных правонарушений, которые подростки совершают, опять-таки, ради пиара? Ну те же самые, вот проблема давно уже так появилась, пресловутые зацеперы, которые с риском для жизни и гибнут время от времени, катаются на крышах, ну электричек, в первую очередь, поездов. — Вы знаете, нельзя говорить, да, что какие-то нововведения, какие-то улучшения, да, развитие, прогресса, они отрицательно влияют. Вот, безусловно, у несовершеннолетних появляется возможность узнать из сети интернет то, что порой они знать еще не должны, да, в силу своего возраста. Но это же и благо, которое используется в образовательном процессе в том числе. Это средство, важное средство, коммуникация, общение между подростками. — Нет, это не самменно. — У вас отмечается тоже, можно сказать, статистика, что больше стало таких случаев? Или, грубо говоря, и раньше информация к вам стекалась, просто когда, допустим, интернет еще не был так распространен, гаджетов не было. То есть и раньше там дети катались на крышах, только одно дело там на глазах пяти своих семи друзей, а другое дело на глазах всей страны, он там что-нибудь такое сделает. Вы согласны, что интернет как-то провоцирует? Или, опять-таки, это как вот драки в школах о том, о чем мы с вами говорили. Они были всегда. То есть сколько их было приблизить, плюс-минус, столько и есть. То же самое и таких случаев. Оно и раньше было, я тоже помню, все это было, но просто сейчас, может, просто это мы и СМИ так нагнетаем, сообщаем о всех этих случаях зацеперы, еще что-нибудь там. — Мы же с вами понимаем, что в какой-то части, вы правы, да, всегда распространенная в сети интернет негативная информация попадает в поле зрения какого-либо подростка, либо группы подростков. Это так. Поэтому и принимаются меры к запрещению размещения такой информации, ее блокированию. — То есть вы тоже и здесь то же самое, вы ведете работу? — Конечно, конечно. Есть же такое понятие в законе, как антиобщественные действия, девиантное поведение. То есть все, что влечет, побуждает подростков к совершению действий, которые запрещены законом, либо которые могут быть сопряжены с опасностью для жизни и здоровья детей. А мы понимаем, вот те примеры, которые вы назвали, это именно опасность, прямая опасность для жизни детей. — Конечно. — Такая информация подлежит блокированию. Это уже давно соответствующая норма права действий в Российской Федерации активно применяются. — А с родителями тоже вы вообще, соответственно, работу проводите? Посмотрите, чем ваш сын занимается, на электриче катается, условно говоря. — Безусловно. Органы прокуратуры, как мы уже с вами обсуждали, надзирают за соблюдением законов прав граждан, в том числе несовершеннолетних. Но помимо этого мы проводим и иную работу, в том числе разъясняем законодательство, проводим мероприятия по правовому просвещению. Прокуроры, иные сотрудники органов прокуратуры посещают школы, принимают участие в родительских собраниях, в том числе как с детьми, так и без детей. И разъясняют детям и родителям те существующие угрозы, которые несет в том числе и интернет, разъясняют родителям их права и обязанности. Мы вместе с педагогическим сообществом доводим до родителей информацию о каких-то новых вызовах, угрозах, которые появляются в сети интернет. И обращаем внимание родителей иных законных представителей на необходимость быть бдительными, следить, чем занимаются их дети, какие сайты они посещают и в какие официальные, неофициальные сообщества в интернете они вступают. Для того, чтобы родители вместе с нами имели возможность своевременно принять меры по профилактике неблагоприятных последствий происшествий с их детьми. Вы уже сказали, что интернет плюс и минус, а вот можно сказать, что вам все-таки интернет в этой связи упростил в какой-то степени работу, потому что огромное количество доказательной базы к вам стекается. Раньше вы об этом и не узнали. Кто-то на крыше проехался, кто-то кого-то там, допустим, избил, еще что-то сделал, какое-то правонарушение, наспор, что называется, как-то у подростков бывает, у детей. А тут, благодаря интернету, к вам стекается намного больше информации, чем, к примеру, раньше, в прежние времена. Вы согласны? Я абсолютно с этим согласен. Я даже больше поясню, что органы прокуратуры обязаны и осуществляют ежедневный мониторинг средств массовой информации и сети интернет. Это часть нашей работы обязательно. Это часть нашей работы. Из сети интернет, как и СМИ, мы видим много чего, что не попадает в официальные средства массовой информации. Мы видим информацию важную о состоянии законности, как в целом, так и об отдельных происшествиях. Кроме того, я знаю, что некоторые сотрудники органов прокуратуры даже вступают в чаты, чтобы оперативно получать информацию. Например, есть определенная проблема с лекарственным обеспечением детей. Соответственно, да, я как бы предоставил активным гражданам свой номер телефона. Я говорю, так, вот можете меня включить. Если возникает какая-то проблема, я должен тоже узнать об этом. Поэтому в интернете, опять же, люди порой даже не жалуются. Люди на своих форумах обмениваются мнением о состоянии законности в той или иной сфере. Например, по какой-то школе проходит информация о том, что действительно там ученики, скажем так, систематически пропускают занятия, да, или систематически срывают образовательный процесс. Мы смотрим, а информации нет. Ни в органах управления образования, ни у нас никто об этом не знает. Начинаем проводить проверку, и оказывается, что есть опущение в образовательной деятельности. И реагируем на это. То же самое по лекарствам, да, то же самое нарушение жилищных прав детей-сирот, да, детей из малообеспеченных семей. Поэтому это важный источник информации, который используется в нашей повседневной деятельности. А это является стопроцентной доказательной базой? Ну, видео, допустим, снятое там, как там, условно говоря, в школе, там, не знаю, педагог, может, кого-то ударил, или там сами ученики кого-то там, допустим, избили на перемене и так далее. То есть считается, как стопроцентное, что называется, слов свидетеля? Если мы говорим про уголовный, да, и уголовный закон, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, то в законе четко написано, что все доказательства оценятся в совокупности. Должен быть понятен источник получения этой информации. Мы должны видеть, кто на видео, не какой это там силуэт, да? Нет, допустим, хорошо всех опознали, но заявлений ни от кого не было. Мало ли, по каким причинам избитый, допустим, не стал жаловаться, ну, стыдно, условно говоря, ему. Ну, тем более те, кто проявляли агрессию, что они дураки на себя заявляют писать. Соответственно, как прокуратура в таких случаях реагирует? Когда видео есть, а жалоб нету. Допустим, вы реагируете как-то? Нашли в школу, опознали, но все говорят, не-не-не, не знаю, все нормально. Мы так играли, шутили. Безусловно, и органы прокуратуры, и правоохранительные органы, в первую очередь, на это реагируют и рассматривают данные публикации, да, данное видео, как сообщение о преступлениях. Даже если его не было ни в кого. Регистрируют сотрудника правоохранительного органа, который выявил такую информацию, вправе составить рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрировать в соответствующих журналах это сообщение о преступлении и провести по нему процессуальную проверку. Либо в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, либо в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в зависимости от того, о каких событиях мы говорим. И для того, чтобы удостовериться в объективности этой информации, исключить факты проведения видеомонтажа, такое же тоже есть, да? Сейчас особенно набирают популярность так называемые фейки, когда что-то имитируют, там что угодно, а на самом деле этого и не было. Конечно, поэтому вот развиваю вашу мысль, это доказательство, но не стопроцентное сразу взяли, вот на основании одной записи осудили. Нет. Наряду с другими доказательствами назначается при необходимости соответствующая техническая экспертиза, да? Если подтверждается подлинность этой записи, то это допустимое доказательство, которое используется вместе с другими материалами в качестве доказательства совершения соответствующих противоправных действий. У нас буквально больше минуты, тоже много чего хочется спросить. Все-таки касаемо сейчас, вот мы затронули тему, если быстренько. А несут ли какую-то ответственность как раз, да, организаторы этих съемок роликов, где типа как по приколу, на самом деле там, ну, это привод к каким-то, ну, не знаю, там, прост даже неприятного воздействия. Если, например, вот был один ролик, там человек изобразил припадок в метро, на самом деле все нормально, а люди там сполошились, давать помогать, так далее. Вообще какой-то вот все эти, так называемые, приколисты, какую-то ответственность могут нести? В магазине что-нибудь такое устроили, там, продавец там, не знаю, там, спугался, типа ограбление, на самом деле пошутили. Ну, давайте определимся, что у нас уголовный кодекс, да, говорит об ответственности не только исполнителей, но и организаторов, и подстрекателей, да. То есть тот, кто снимал, он тоже будет привлечен? То есть если эти действия повлекли, ну, допустим, привели к убийству, да, или причинению смерти другого гражданина, то, безусловно, организатор таких действий может быть привлечен к ответственности. В качестве подстрекателя, либо организатора, в зависимости от того. И те, кто в кадре были, и тот, кто стоял с телефоном, он тоже будет привлечен? Ну, если этот человек, вот как вы сказали, стоял с телефоном, он либо организовал это, либо подстрекал к таким действиям, либо же это может быть и соисполнительство, просто, ну, вдаваться в теорию уголовного права, это долго будет. Понятно, спасибо вам большое, была программа «Тема дня», мы сегодня говорили о том, как прокуратура наша борется за права несовершеннолетних, а иной раз и борется с самими несовершеннолетними, если они нарушают другие права, чьи-то другие права. Спасибо большое, Дмитрий, успехов вам и с наступающим Новым годом. Спасибо всех с наступающим Новым годом, огромного семейного счастья во всех его формах, проявлениях. Спасибо.